ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти С 1 марта внесены коррективы в процедуру получения медицинской справки для водителей Основное новшество заключается в том, что гражданам, которых врачи заподозрят в алкогольной или наркотической зависимости, придется сдавать дополнительные анализы Если это подтвердится, доступ к рулю для человека будет закрыт Кроме того, анализы будут обязательны для тех, кто лишился прав за нетрезвое вождение или отказ от освидетельствования, а также кто был судим за пьяное ДТП ТРАССА СТО ОДИН С приходом календарной весны появился и новый штраф за непройденный технический осмотр, размер взыскания 2000 рублей Большинству автомобилистов, надо сказать, переживать из-за этого не стоит, так как регулярный техосмотр для физлиц недавно отменили Плюс ужесточаются требования к пунктам ТО Фотоавтомобиля крупным планом теперь недостаточно На одном из снимков, к примеру, должен присутствовать специалист, проводящий процедуры А географические координаты фотографии должны совпадать с координатами нахождения пункта Корректировка изображений, например, с помощью фотошопа не допускается ТРАССА СТО ОДИН Руководство ГИБДД поступило предложение расширить программу подготовки водителей за счет курса контраварийного вождения По словам авторов инициативы, клиентов автошкол сейчас никак не учат поведению в экстренных ситуациях Если гражданин желает наработать соответствующие навыки, то он обучается дополнительно Насколько это может поднять цены в автошколах, где они будут брать специалистов по контраварийному вождению, не уточняется Добавлю, несколько недель назад в Госдуме звучала идея внедрения отдельной разновидности прав для начинающих водителей ТРАССА СТО ОДИН Ставки по автокредитам вот-вот существенно вырастут, в один голос заявляют специалисты отрасли Это станет следствием резкого увеличения ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых Как рассказали в Центральном банке, условия по уже выданным займам не изменятся А новые кредиты будут выдаваться с измененными параметрами Добавлю по статистике, каждый второй новый автомобиль в России покупается в кредит Есть регионы, где доля таких авто достигает 80% ТРАССА СТО ОДИН В России в последние дни наблюдается повышенный спрос на поддержанные автомобили При этом, информирует газета РУ, после Дня защитника Отечества цены на вторичном рынке взлетели на 20-30% Правда, тут же они начали потихоньку опускаться Средняя стоимость легковушки с пробегом сейчас вплотную приблизилась к полутора миллионам рублей Основной популярностью пользуются модели массового сегмента с ценником до 600 тысяч В первую очередь это Лада, Кия, Хёнде и Тойота На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН До свидания ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова